всем привет хочу показать цветение одной из своих орхидей а ее я показывал ее цветение показывал же летом но вот хочу снова его показать уже снять отдельно такое небольшое видео зафиксировать все это как это выглядит это у меня на гелиела на гелиела аугустифолия ангустифолия такая вот орхидея очень имеет она экзотичный вид как можете видеть такие тонкие котлейные скажем так под похоже на котлейные росты она кстати является если не ошибаюсь родственникам котлей лелей и вот из центра роста отходят вот такие вот длинные цветоносы растит она мне несколько цветоносов и вот один она из них открыла сейчас я повешу попробую вам ее показать вот как выглядит значит общий вид тянет она мне еще несколько цветоносов этот цветонос бутонница здесь тоже 20 цветка и вот на вот этих рожках тоже еще бутонов нету но вскоре так понимаю будет вот этот вот цветонос который близко к свету он вот так вот покраснел а сами цветы из себя представляет вот такое вот зрелище а цветы у нее такая имеет интересную особенность у нее цветы перевертыши то есть они всегда направлены губой вверх но это оборотная сторона сейчас я попробую развернуть и показать вам ее лицевую сторону в общем получается как ее не крути а цветок показать все равно неудобно вот попробую вот так вот показать его кверх ногами в принципе я думаю что тут все понятно вот такой вот фиолетовый скажу вам наполовину прозрачный цветок цветок запаха не имеет за лето орхидея неплохо нарастила корни и сейчас они находятся в принципе в растущем состоянии сидит она на пробковом блоке на нем она ко мне пришла и ничего с ним с этим блоками не делал так и и ставил и вот летом она висела у меня на ярком солнце в принципе да она у меня висела на полуденном солнце и неплохо его переносила и поливалась она мне раз-два в день просыхала она очень быстро потому что висела на балконе на самой жаре и сейчас вот когда температуры стали умеренным кстати это если не ошибаюсь орхидея умеренных температур любит не жаркие температуры но по крайней мере зимой я и ей такие температуры могу предоставить вот висит а сейчас при температурах 22 градуса и поливается она где-то этот блок раз в день ну и вижу по динамике роста корней в принципе что орхидея неплохо дает она давала новых ростов тоже в принципе немало и вот сейчас эти новые росты вот все дали цветоноса у этой орхидеи есть такая особенность что старые цветоносы вот старые вот эти вот отцветшие палки вот она с них цвела летом и вот а вот она мне еще цвела осенью но я не показывал он вот кажется что он сухой но на самом деле если там присмотреться он зеленый вот эти старые цветоносы оборвать нельзя потому что по информации из интернета с них она может цвести на протяжении нескольких лет то есть дальнейшем с этих старых цветоносов выдавать бутоны но у меня пока такого не было но опять же она их не засушивает поэтому я их и я и эти цветоносы старые не обрезаю и вот в целом можно посмотреть как выглядит экзотически это растение растение в целом ну вот когда она откроет несколько цветоносов таких конечно вид будет у нее очень такое думаю симпатичный принципе они мне нравятся и сейчас цветы некрупные вот сравнение с пальцем вы можете видеть и само растение в принципе это не крупная но из-за вот этих вот в сторону идущих цветоносов она занимает оно такое скажем так растение широкой занимает достаточно много места снял я стангопею из этого угла висит у меня здесь рядом с ней стангопея чтобы удобнее было снимать и это орхидея у меня висит зимой и осенью полностью под искусственным светом но очень ярким это вот прожектор вот мне говорили про них рассказать я про них рассказывал уже неоднократно это светодиодный прожектор продающийся в любом строительном магазине холодного свечения то есть на 6000 кельвинов у меня прожектор 72 и вот вокруг него я вот навешиваю вот так вот свои орхидеи вот в углу висит адендробиум здесь висит стангопея на самой стангопеи еще навешаны некоторые орхидеи ну и здесь сзади тоже снял висела несколько орхидеи но снял и для съемки дело в том что если даже прожектор мощный то его интенсивность света очень сильно падает по мере отдаления от прожектора и орхидеи нужно располагать примерно на одинаковом расстоянии сколько здесь люксов примерно я смотрю на каком расстоянии располагать при помощи мобильного приложения с помощью мобильного люксометра ну вот уже соответствии с этим располагаю свои орхидеи это все что я хотел вам показать у меня все пока пока